Друзья, во-первых, мы благодарим вас за то, что пригласили нас на серьезные события, которые происходят здесь в Питере. Это открытие Русского национального фронта, поскольку действительно то, что сегодня здесь собрались люди, это, я считаю, истинные патриоты. Люди, которые сегодня не боятся встать в позицию свою, отстаивать ее и говорить о том, что сегодня реально власть не наша, не русская, да и вообще не народная власть. И поэтому я хочу сказать, что многие из нас знают, что значит столкнуться с властью. Сегодня у нас, уже здесь говорили, уже люди сидят в тюрьмах и все больше и больше закручивают гайки. 282-я статья, как ее называют, русская статья, уже себя подтвердила. У нас 4 человека сидят уже в КПЗ, то есть в следственном изоляторе. Это и Барабаш, и Соколов, и Парфенов, да, если я не ошибаюсь, и Мухин. То есть 4 человека у нас сегодня под следствием. Я думаю, что если мы, конечно, не будем все вместе отстаивать позицию наших людей, тех людей, которые с нами шли плечом к плечу, то, конечно, нас просто сотрут. И то, что мы сейчас занимаемся вопросом максимально вытащить наших товарищей и друзей из застенков, это говорит о том, что у нас еще есть силы и мы можем возродиться. То, что народ сегодня ничего не хочет делать, ему, извините за другое слово, все пофигу, это до тех пор, пока, когда мне задают вопрос, а вот как вы считаете, когда народ поднимется? Я говорю, тогда, когда детям жрать нечего будет. Вот тогда народ поднимется. А до этого времени он все терпит, терпит, терпит. И то, что сегодня спектакли проводят по телевидению, и то, что на сегодняшний день показывает, как у нас все быстро, оказывается, решается, поскольку президент стукнул кулаком, и завтра все, так сказать, побежали деньги выплачивать. Ну, у меня вот было такое предложение, а что каждый день бы президенту не выступать перед людьми, и каждый день стукать кулаком, стучать кулаком и говорить, так этого снять, этого перевести, вот у нас бы было в стране классно. А получается все наоборот. Они делают то, что приводит страну к раду. По сути дела, сегодня мы видим, что все хуже и хуже становится. А по телевидению, которое практически оборванивает людей, рассказывает нам сказки о том, как хорошо все идет. Вот возьмем олигархический клуб. Поскольку я занимаюсь этим уже не один год, могу сказать, что сегодня 90 человек, 90 человек обладают 80% богатства страны. Представляете себе, всего 90 с небольшим человек владеют, по сути дела, странами. Как вообще мы до этого дошли, как мы это допустили? Значит, кто виноват? Мы сами, мы должны с вами требовать, когда мы собираем против правительства и против президента, так сказать, митинги, то к нам приходит аж целых 100 человек. Ну как это может быть? Ну что это может быть? Ничто. Значит, наша задача с вами максимально для людей довозить то, что сегодня происходит. Показывать им, что, ребята, война-то началась, не в Сирии война началась, а война началась здесь, против своего народа, против русского народа. И она идет, его уничтожают. Уничтожают, потому что только за вот этот либеральный курс, который проводится с 91-го года, 22 тысячи деревян исчезли. Их нет. А где же люди? И людей тоже нет. Потому что не рождаются люди. Потому что невозможно прокормить семью, когда у вас, извините меня, на ребенка даже денег нет. Так а что делать-то? Как быть-то? Вот многие говорят, что нужно сейчас идти и требовать от правительства. Я считаю, что не от правительства надо требовать, и даже не от президента. Надо систему менять. Надо перейти к национализации власти сегодня. Поставить вопрос о том, что это власть, которая сегодня в этой системе, она у нас сегодня, можно вывести такую формулу, что коррупция сегодня это ранг государственной политики. По сути дела, это политика. Все снизу до верху коррумпированы. У нас один фильм, который показывает, как по Питеру, буквально сериалами прям идут, как вверху люди берут взятки и до самого низу. Это что, нормально? Так вот, наша задача с вами, максимально сделать все, чтобы этого не было, чтобы это было, как, ну, будем говорить, отступление от правил, случайность, или как-то еще по-другому можно назвать. Когда тебя останавливает гаишник, и он у тебя не берет взятку, он тебе просто говорит, что дорогой, вот мы тебя первый раз предупреждаем, а на второй раз мы тебя лишаем прав. А не так, ты сюда вот положи пять тысяч и можешь ехать. Вот вся у нас система так и построена, ты сюда положи, и дальше у тебя все будет развиваться. Но, к сожалению, это не так, потому что у кормушки стоят все те же олигархические группы, все те же деньги, которые они максимально зарабатывают на государственном бюджете. И таким образом мы с вами сегодня имеем практически 33 миллиона нищих людей в стране. А еще 70 с лишним за чертой бедности. То есть, по сути дела, по стране у нас с вами это нищие. А еще, ко всему прочему, 30 с лишним миллионов человек – должники банков. Вот сейчас развернули компанию по этим самым коллекторам. Ну, а зачем, так сказать, ставят вопрос о том, чтобы коллекторы сегодня звонили два раза, чтобы они там, то есть им устанавливают правила. А почему они вообще должны быть? С чего вдруг коллекторы у нас должны быть? Они создают возможность у людей вытягивать деньги, таким образом создавая мини-финансовые структуры, которые дают под офигительное, извините за выражение, процент. И после этого они говорят, а коллекторы тоже могут быть, но давайте только так. То есть, по сути дела, государство узаканивает грабеж людей. А представляете себе, 30 с лишним миллионов людей сегодня на каждого человека приходится долг в 123 тысячи рублей. То есть, каждый человек, россиян, 123 тысячи должен отдать банк. Такая ситуация была в Исландии. Но там люди, наверное, другие. Они просто поднялись и, мягко скажем, смели руководство. Создали свое государство, сделали конституцию и живут по этой конституции. А у нас как-то вот мы, то ли, что-то у нас гены, что ли, мы, так сказать, боимся, выйти боимся. Вот я с своими друзьями разговариваю и говорю, ну слушай, вот ты начинаешь тут хаять правительство, что оно плохое, президент плохое. Ну выйди ты хоть раз-то. Да нет, ну что ты. Вот я на кухне все скажу, но выйти не выйти. Потому что, а что я могу один? Извините. Вот так, один-один-один и получается миллион. Вот представьте себе, миллион вышел бы сейчас в Питере или миллион бы вышел бы в Москве. Да я не знаю, что было бы с нашей уникальной дражки, наверное, хватило бы наше руководство. Потому что, когда вышло 200 тысяч человек, они до сих пор еще не могут отойти от этого события. Так вот, я хочу сказать, что наша задача максимально сделать так, чтобы в стране люди начали понимать, что народ власть, что именно сам народ власть, а не, как выразится, не идти и просить подаяния у тех, кто сегодня пробрался к кормушке. Наша задача состоит в том, чтобы сегодня поставить вопрос о том, что наш русский народ является старшим братом. Вот мне говорят, ну вы все братья. Да, мы братья. Только русский народ это старший брат среди тех коренных народов, которые сегодня есть. Потому что если мы будем говорить, что мы все равны, значит мы так и будем равны. У нас русских сажают. Вы назовите мне хоть одного чеченца, которого посадили по 282 статье. Я, например, не знаю, может кто-то знает. Но это только ваххабизм и так далее. А если говорить о том, что у нас недавно, вот я был на заседании суда, когда вот барабаш, так сказать, судили. Там теперь уже применяется такая мера, поскольку я социолог, я могу на это ответить. Теперь у нас социальная группа это чиновник. Значит их оскорблять нельзя. Как только ты оскорбишь чиновника, то с этого момента ты попадаешь по 282 статью. Или сейчас вносится законопроект об оскорблении президента. Как только теперь оскорбишь президента, неважно где, тоже попадешь под эту статью. То есть то, что здесь вот Николай Владимирович говорил, Куринович, о том, что национальная гвардия создаются. Мне задавали вопрос, для чего создаются национальные гвардии. Понятно для чего. Для того, чтобы режим, так сказать, оберегать. И ту олигархическую группу, которая сегодня, по сути дела, разграбила и дальше грабит страну. То есть другого мотива нет. Но представьте себе, 400 тысяч человек это национальная гвардия. Вообще у нас армия это 880, если я не ошибаюсь, тысяч человек. Пол армии у нас будет охранять наших, так сказать, олигархов вместе с властью. Вот до чего мы дожили. Я искренне хочу, чтобы... Я многое хотел сказать, но я думаю, во-первых, времени не так много. Во-вторых, хочу сказать следующее. То, что нам нужно сегодня свой закон, и то, что нам нужны свои законы, это однозначно. Потому что нам всегда говорят, ну хорошо, вы национал-патриоты. А что у вас есть? У вас ничего нет. Вот у нас либералов. У нас есть там стратегии, документы, у нас есть, соответственно, программы. А у вас ничего нет. Нет, ребята, у нас все есть. Другое дело, что вы, либералы, захватили средства массовой информации и власть, и везде своими бумажками трясете. И эти ваши планы идут не на благо страны, а на разрушение. А у нас есть документы, которые, и, соответственно, программы, которые поднимают, в том числе и Русский национальный фронт, имея, соответственно, документы. Он может представить документ, который у них, к сожалению, нет. Вот я вам могу привести пример. Вот Конституция, Народная Конституция, которая разрабатывалась. Да, здесь два автора, но мы хотим, чтобы это было основой для того, чтобы люди включились и сказали, что действительно, как в Исландии, это проработанная в дальнейшем наша Конституция Народная, то, что Конституция 93-го года, это не Народная Конституция. Это Конституция, которая была сделана под шаблон американцев. То есть для того, чтобы в дальнейшем можно было бы разрушать страну. И то, что сегодня об этом говорится, поскольку Федоров, это, так сказать, у нас, наверное, самый яркий представитель либерального направления, который сегодня может говорить, что он за то, чтобы изменить Конституцию, чтобы туда нести, а это блокировка. Надо менять в корне Конституцию, потому что надо менять систему. И вот у нас, кроме Конституции, есть еще ряд других документов. Мы можем предложить свой образ России, мы можем показать людям, куда мы хотим их вести и что в результате мы получим. Поэтому мы можем заявить, как русский национальный фронт, что мы предлагаем свою систему власти, которая будет на порядок, если не на два порядка, лучше, чем в других странах и соответствующим образом может поднять весь русский народ на то, чтобы действительно страна процветала, чтобы русские люди были уважаемые в мире и чтобы мы, как держава, были мощными, сильными. И я хочу сказать следующее, что если мы сегодня не почувствуем, что мы власть, что мы не можем, что мы можем, так сказать, с теми, кто сегодня стоит у власти разобраться, значит мы с вами так и будем рабами, только не на галерах. Спасибо.